Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить печенье с пудингом. Итак, для этого нам понадобится 3-4 столовые ложки пудинга. Можно использовать любой пудинг. В нашем случае это будет шоколадно-фундуковый пудинг. Одно яйцо, 3 столовые ложки сахара, щепотка соли, растительное масло, 100 грамм молока или воды, 1 стакан манки, 10 грамм разрыхлителя, 5 грамм ванилина и мука. Мука будет использоваться в произвольном количестве, так как нам нужно густое тесто. Разобравшись с необходимыми ингредиентами, мы начинаем их добавлять поочередно в нашу кастрюльку. Сначала мы добавляем 3-4 столовые ложки пудинга. В пудинг нужно добавлять по своему вкусу. Добавляем 3 столовые ложки сахара. А мы их уже высыпали в плюз и теперь просто высыпаем. Дальше нужна щепотка соли. Щепотку можно отмерить вот так, взяв на кончике рукоятки ложки. Дальше нам нужно залить туда 100 миллилитров молока или воды. В нашем случае это молоко. Далее добавляем растительное масло 70 миллилитров. Есть 70 миллилитров, добавляем их в кастрюльку. Высыпаем туда 1 стакан манки. 10 грамм разрыхлителя. В нашем случае это 1 пакетик. 5 грамм ванилина. В нашем случае это опять же 1 пакетик. Ну и после все это дело замешиваем. И позже добавляем к нему муку. Помешав тщательно пару минут нашу консистенцию, мы добавляем, начинаем добавлять туда пол ложечки муки. И приступаем к замесу. Итак, мы вынесли тесто до вот такой консистенции. Добавили мы в него еще всего 7 ложек муки. Ложки были довольно большой горкой. Теперь мы посыпаем нашу рабочую поверхность, то есть стол мухой. И после выложим уже из кастрюли тесто прямо на стол. Добавив тесто на стол, мы его продолжаем вымешивать. Итак, мы вымесили тесто на той ложке, которую высыпали на стол. И оно у нас по консистенции получилось примерно вот такое. Теперь мы смазываем стол маслом и убираем туда тесто на 10-15 минут, чтобы оно там настаивалось. Всего у нас вышло 8 ложек муки. Прошло 10 минут, и мы сейчас будем приступать к раскатыванию теста. Мы предварительно смазываем стол маслом, так как тесто немного липнет. На этом этапе уже можно ставить на разогрев духовку. Ставить ее нужно на 180 градусов. Смазав поверхность маслом и скалку смазав, мы перекладываем тесто уже ближе к нам. Начинаем его разминать и раскатывать до толщины примерно в 4 миллиметра. Даже на этом этапе готовки от теста исходит запах шоколадно-фундукового пудинга. Раскатав тесто в такой вот пласт, мы приступаем к формированию печенюшек. В этом плане можно проявить фантазию. Можно порезать просто ножом тесто или же прибегнуть к формированию каких-либо форм, заранее заготовленными формочками или посудой, как в нашем случае. Такими простыми движениями формируем печенюшки, которые выкладываем на заранее заготовленном противне. С данного количества ингредиентов и получившегося теста у нас вышло два подноса печенья. Теперь мы отправляем эти противни в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут в зависимости от ваших пожеланий. Если вы хотите более хрустящее печенье, то нужно будет выдержать дольше, а если менее, то и хватит и 20 минут. Итак, отправляем. По прошествии 25 минут мы достаем печенье из духовки. Вот первый поднос и второй. В комнате уже стоит очень вкусный запах, но мы дадим минут 10 остыть печеньем и потом посмотрим, что у нас получилось. У нас получилась вот такая большая горка печенья. Они получились хрустящие. Вытащили мы их через 25 минут. Давайте посмотрим, какие они внутри. Как можно наблюдать, они пропеклись, они полностью готовы и они слегка хрустящие. Для того, чтобы они были еще более твердыми, их можно оставить в духовке на дополнительные 5 минут. Эти печенья очень вкусные, слегка сладковатые и они отлично подойдут как к чаю, кофе или другому напитку. Так их и просто можно есть без всяких напитков. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok